Ты жмёшь на газ Остановись, подумай на досуге Кто понял жизнь, тот не спешит теперь в испуге Ведь жалкое подобие людей подвержено ничтожным образом идей Добрый день, ребята! Давайте подведём итог всё-таки по моему крайнему ролику По ситраку, по переукладке Кокумана 2 называется Напомню, машина попалась... Было два автомобиля Винномера отличаются на три цифры Первый автомобиль в ролике Кокумана был более-менее Но если не считать ошибок с проводкой и сгоревшей печки Автономки, отказ автономки Второй автомобиль был гораздо хуже Там отказ автономки Тоже автономка встала Сейчас я уточню по поводу этих автономок Расскажу, что не так Но там ещё и коллектор Со стороны первых трёх цилиндров Бросал масло Плюс плохо нажимаются кнопки с левой стороны То есть вообще не нажимаются управление менюшкой Плюс те же самые ошибки по проводке Плюс смонтирована воздушная магистраль Так что там на заднем мосту А вибрация на заднем мосту большая Она бы перетёрлась Если бы я туда не полез Вот люди не знают Куда ты едешь? Баран-то порылый Иду по главной дороге Слева идёт примыкание И таксист едет И не собирается останавливаться А он вообще не понимает правила дорожного движения Тем более, что в его Тамурл-Индии Скорее всего, этому и не учили Но я отвлёкся Так вот Извиняюсь за оскорбление Но просто сил нет Вот это вот Это называется создание аварийной ситуации Ведь люди там машут руками Доказывают, что они правые А вот из таких придурков Гибнут люди на дороге Кстати, придурков хватает и среди профессионалов Так вот Что касается печки Сначала Стоит печка Достаточно мощная Пятикиловаттная Это уже давным-давно известно Что ей не хватает воздуха Для обдувы и охлаждения Вставите другой моторчик С другой мощностью И всё И стадия перегрева Ошибка по перегреву Не возникает никогда На этих автономках Это первое Второе Масло в коллекторе Заметьте, я сказал Из первых трёх цилиндров Из первого ряда, грубо говоря Там мне кто-то написал Да вот Это водитель Вот отказ печки Он грелся на холостых оборотах Поэтому машина Бросила немного масла в коллектор Вопросов несколько Коллектор Выхлопной Состоит из секции выхлопа По каждому цилиндру Вот из первых трёх Масло появилось А со вторых трёх Всё сухо Ну Мы специалисты Мы мыслим Алгоритмами Зная Технические условия Устройства автомобиля Тот, кто пишет У него в голове Каши Он вообще не представляет О чём он пишет Он бросил масло в коллектор Давайте рассуждать Был такой Москвич 412 Где двигатель был наклонен Своеобразно И под клапанной крышкой На холостых оборотах Создавалось такое масляное озерцо Соответственно Можно предположить себе Если бы это озерцо Создавалось в этом двигателе У Кокумана А двигатель Что называется Прямо стоящий Но вся беда в том Что В головке существует Отверстие Под слив масла И По сути Масло там не скапливается В таком количестве Чтобы был слой Вот такого озерца Сантиметра 2 или 3 Потому как Существуют устройства Такие как Сальники Которые стоят На клапанных механизмах Которые и должны Предотвращать Попадание масла Если бы не было Сальника в камеру сгорания Но Вся штука в том Что Сальники Не текут так Ручьем Никогда Потому что Как вы знаете Цилиндры работают Не каждый раз А согласно Тактов Прыска Соответственно Масло не попадает Какими-то такими Литрами В камеру сгорания Попадает капельками Капельки Просто-напросто Сгорают Вместе С горючей смесью В цилиндре И в принципе Только придают Нагар Автомобилю Дымность Ну и так далее В коллектор Как правило Ничего не попадает А вот Когда масло Течет из коллектора Это уже говорит о том Что поршневая Неправильно функционирует В каком-то Одном из цилиндров Поставьте 5 ситраков Этой же модели Этой же партии В ряд Заведите И посмотрите Через 5 часов На одном подтеке есть На 4 остальных Нет Ну Согласно Вашей же теории Что машину нельзя держать На холостых Долго и так далее Про холостые Отдельная песня Это говорит о том Что на одной машине Что-то некачественно собрано На всех остальных Более-менее Согласитесь И на этом же автомобиле Только первый ряд цилиндров Течет Второй ряд цилиндров Не течет Это говорит о том Что в каком-то Одном из цилиндров Не соблюдены Технические условия По сборке Автомобиля В данном случае Двигателя Что может быть Все вы знаете Что существует Тепловой зазор В кольцах Это такой разрез Благодаря которому Когда в камере сгорания Достаточно высокая температура Компенсируется Вот это вот Расширение Когда Собирают Неправильно И вот этот Тепловой зазор Идет По одной полосе Грубо говоря Кольца должны разводиться В разные стороны Тепловые зазоры Должны ставиться А иногда Собирают Что они прям Практически рядом Или просто Не глядя Просто в одну полосу идут Теплового зазора И тогда масло Будет попадать В камеру сгорания Раз Не соблюдены Размеры Поршневой группы Там Колец Относительно Цилиндра Два То есть увеличенный Тепловой зазор Три Кольцо При установке Лопнуло Существует Такая обжимка Поскольку Поскольку Кольцо Если Ну если кто не знает Да Вот просто Взять кольцо И попытаться Просто вот Поставить в цилиндр Вы его не поставите Потому что Оно имеет Такие пружинные Как бы свойства Да И за счет Теплового зазора Оно получается Как бы немножко Больше чем Размер цилиндра Соответственно Его немножко Сжимают Кольцо Вот этими вот Обжимками И осаживают Поршень Ну предварительно Смазав конечно Вот эту вот поверхность Где кольцо Маслом Чтобы случайно Не было задиров Чтобы оно шло Как по маслу Что называется Я просто Бывший моторист Я все эти вещи Знаю Сам собирал Двигатели Так вот Когда обжимкой Сжимают Кольцо Бывают Кольца с дефектами И оно лопается А вы же не видите И даже не слышите Что оно лопнуло Вы осаживаете Поршень туда И потом Когда машина Начинает работать В коллекторе Появляется масло Это самое страшное Из того Что может быть Потому что Когда кольцо Лопнуло Существует Вот этот вот Вот эта вот Трещина Где она лопнула Она уже разошлась В разные стороны Это трещина И краями этой трещины Будет Чертить По стенке цилиндра И там задиры будут Что еще Неважно Сделана хонинговка Бывает Ну в общем Все эти причины Приводят к тому Что масло Забрасывает в цилиндр И это Именно так Это именно Плохое Качество Сборки Двигателя Я уже рассказал Почему Дальше Был вопрос С тем Что я объяснял Говорю ребята Ну Вот это все Попадет в интеркулер И будет Заброс этого масла Обратно Во всасывающий коллектор И там какой-то придурок А Современные придурки Они не понимают Что машина Это целый организм Общий организм Они воспринимают Как вот Турбина Это турбина Это отдельное устройство Двигатель Это двигатель Это отдельное устройство Их так учат Точнее не учат А на самом деле Когда масло Попадает В Выхлопной коллектор Я уже сказал По какой причине Это может быть Да Это в любом случае Дефект Неправильной сборки Поршневой группы Дальше На этом же Ситраке Сапун Ну вы сами видели Толщиной Ну наверное Кислородный шланг Ну совсем Совсем Сечение маленькое У сапуна Ну это Нелогично Потому что Под такую мощность Двигателя Разрежение Разрежение В поддоне Должно осуществляться Правильно И сапунтом Как минимум Должен быть В три раза Больше В диаметре Но нет Поставили Такую Фитюлечку Маленькую Так вот Когда существует Дефект Поршневой группы Хоть в каком Нибудь цилиндре Создается Что ребята Создается Газы Которые Проникают В поддон Двигателя В любом случае Это Некачественная Сделанная Хонинговка Раз Это Задиры В цилиндре Два Это Лопнутое Поршневое Кольцо Три Это Несоблюдение Размеров В поршневой Группе Четыре В любом случае В этом случае Будет Проникновение Выхлопных Газов В поддон А дальше В турбине Существует Такой Сток Под масло Поскольку Турбина Постоянно Смазывается Маслом Иначе Просто бы Она заклинила Существует Сток Под маслом Когда В поддоне Создается Постороннее Давление Масло Из турбины Препятствует Давление Поскольку Вот этот Сток Он сообщается С поддоном Препятствует Сливу Соответственно В турбине Давление Нагнетание Большое Это масло Будет забрасываться В холодную Секцию Турбины Всегда так Абсолютно Всегда так И как только Масло попадает В холодную Секцию Турбины Оно дальше Попадает В интеркуллер И идет Заброс в цилиндры Из заброса В цилиндры Масло Страдают Прежде всего Забиваются Закоксовываются Форсунки Инжекторные Отверстия И дальше Уже Кольца То есть Это на самом деле Очень серьезная Неисправность А учитывая то Что и Сапун у них Вот так Осенький Ну реально Импотенты Какие-то делали Этот Сапун То Это Как раз То Что я сказал А вот Эти все Писаки Которые там Пишут Дядя Ты дурак В том Ты дурак В этом Да это Вы придурки Вы пишете Что вы придурки Я таких баню Ну это Кстати говоря Таких людей Много Висит на каждом Канале У меня есть Знакомая Ведьма И даже У ведьм Такие придурки Висят Которые Ничего не понимают Но гадости Пишут Такие люди Нужны В интернете Для чего Для того Чтобы Уводить Ваше Мнение В другую Сторону Это раз Это идеологическая Борьба И Препятствовать По сути Распространению Какой-либо Информации Потому как Еще раз Говорю Что Соцсети Это ничто иное Как поле битвы И с такими придурками Надо расправляться Несчадно Поэтому я придурка в баню С придурками Разговаривать смысла нет Так вот Итог Вот этого всего Именно такой Машины Собираются Черт и как Я уже сделал Этот вывод В своем Крайнем ролике Под названием Какумана 2 Поскольку Поскольку Даже проводка На этих автомобилях Проложена Совершенно По-разному Вин номер Отличается На 3 цифры То есть Грубо говоря Машину Делала Та же бригада А проложена Она по-разному Это говорит о том Что технологии Сборки Не существует Вообще Никакой И уж Качество Того Что они лепят Оно Страшное Я вам Показывал Длину проводов На датчике АБС И Датчики Тормозов Которые Проводка Если ее распутать Они ее так спутывают Засовывают Вниз Под В-образную тягу Чтобы ее не видно было Когда распутываешь Понимаешь Что это проводка С автомобиля 6х4 Колесной формулы То есть Рама у него длиннее Соответственно Проводка у него длиннее А зачем делать Несколько видов проводки Когда можно сделать Проводку На крокодил Там 8х8 А употреблять ее Для машин 4х2 Это же просто Спутал Вот так вот Все скрутил Вся беда в том Что Вот эти вот Спутывания Там же как Гофра Она такая Ребристая Она что внутри Ребристая Что снаружи Все то же самое И когда Чем больше Вот таких вот Спутываний Тем больше Провода Внутри От вибрации Будут перетираться Избежать этого Практически невозможно Я стараюсь Переукладывать Это более-менее Культурно Без таких вот Резких углов Как они Это делают Но тем не менее Это все равно будет Потому что Проводка стоит На вырост Это нужно понимать А раз Она Проводка Не соответствует Модификации Автомобиля Это значит Что Существует Принцип Построение Этого Автомобиля Нам Похер Все Извините За грубость И за мой Французский А раз Они Относятся К вам К вам К потребителям Как нам Похер Все Значит Они просто Плевали На вас Изначально Вот Такой Ну Ну Люк Ну Как Как Это Можно Сидеть Сделать Я Не Понимаю Куда Люди Смотрят На Дороге Опять Таки Я Говорил Про То Что Вот Смотрите Допустим Машина Простояла 5 часов На Холостых Водитель Грелся После Отказа Печки Допустим Но Ведь масло Только Из Первых Трех Цилиндров Брызнуло Из Последних Трех Она Не Брызнула Что Происходит Когда Машина Стоит На Холостых Соответственно Она Нагревается До Температуры Где-то Там 75 80 Градусов На Двигателе Происходят Всевозможные Расширения Зазоров И Там Где Тонко Что Называется Там И Рвется В данном Случае Где-то В первых Трех Цилиндрах Что-то Не так Собрано При Расширении Увод Зазора В сторону Увеличения Произошел Я так Думаю Результат Что Называется Налицо Это Опять Сборка Тяп-ляп Что Касается Каталогов Воздухоподготовки Насчитывает Четыре вида Какой Это для Автомобилей Которые Должны Быть Собраны По Технологической Карте Сборки Но Таких Китайцев Не бывает За Исключением Пока что Из того Что я знаю Автомобили Шахман Шахман Х6000 Вот Сколько Бо Я с Этим Автомобилем Не работал Все Стоит Такое Какое Изначально Я видел Еще Год Назад Ничего Другого Это Раз Во Вторых Пневматика Разведена С Электрикой По Разные Лонжероны Что Не может Не сказываться Положительно На работе Этого Автомобиля Это Два Проводка Сделана Не на Вырост Это Три Стоит Двигатель ВИЧАЙ 13 Но Это Новая Модификация До этого Шел ВИЧАЙ 12 Возможно По нему Конечно Конечно Нет Запчастей Стоит Коробка Траксон Мосты Стоят Ханде Передний Задний То есть В принципе Агрегаты Ну я бы Сказал Из Того Что я знаю Про Китай Премиум Сегмента Я бы Так Выразился Но Недостаток У всех Китайцев Это Тоненькие Провода Это Раз Опять Таки Да Возьмите Тот Нюанс Который Я показывал Проводка На Вырост Мало Того Что вам Плюнули В лицо И так Сойдет Так Для Китайцев Законы Ома Они Неведомы Потому Что Длина Проводника Его Сечения И его Материал Зависит От Этого Так Сказать Сила Тока Которая Проходит По этому Проводнику Соответственно Либо сигнал Скорость Сигнала У китайцев Существуют Такие Интересные Моменты В проводке Когда Провод Вот таким Сечением Спускается Из монтажного Блока В подкабинное Пространство Ну Допустим Допустим Сейчас говорю Желтого цвета А дальше Он переходит Вот такой Тонюсенький Проводочек Зеленого цвета То есть Но это Бред Бредный Его По схеме Не вычислишь Это надо Прозванивать У них Все там Поперепутано И вот Вам Ребята Незнание Закона Ома Вы думаете Машина Будет работать Она Не будет Работать Заметил Еще Очень Интересную Тенденцию Машина Простояла Пару дней В ремзоне Аккумуляторы У них Кстати Аккумуляторы У них Дерьмо Они Буквально Садятся В первые Полгода Жизни И люди Их Выбрасывают Они Либо Недозаряженные Либо Электролит Не доведен До правильной Консистенции Я уж Не знаю Не мерил Но Аккумуляторы Дерьмо Таким Так вот Машина Простояла Пару дней В ремзоне Скорее Всего Просадка По мощности Аккумуляторных Батарей После запуска Полностью Отказало Все Спереди Освещение Габариты Повороты Аварийка Дальний свет Ближний Полностью Все Это говорит о том Что вырубился блок Который Отвечает За Функционал Все что Находится На переднем бампере За функционал Полностью Освещение И так далее И тому подобное Это говорит о том Что Малейшая Просадка Ну это нормально Да Малейшая просадка Коншина К блоку управления Сопротивление Повышается Соответственно Блок перестает Считывать информацию И не включается То есть машина Завелась А блок не поймет Что машина завелась До него это еще не дошло Если Человеческий организм Клетки Общаются На уровне Фотонов И грубо говоря Имеют Мгновенную информацию О том Что Я тут Я организм То машина Работает Немножко по другому Принципу И я думаю Что Вот такие Нюансы Они Способствуют Отказам Отказам По этим электронным блокам Кстати блок Этот Китайцев Часто горит Блок считается Достаточно Дефицитным И недешевым Установлен он В передней части С левой стороны Рядом С левым Передним Колесом Вот этот блок Часто выходит Из строя Резюмируем Машина Собранная Хрен знает Из чего Знаний Технологических И технических У этих Псевдосборщиков Нет Машины Некачественные Машины Будут часто Ломаться Я не зря Попросил Людей Если у вас Есть какая-то Видеоинформация По каким-то Отказам По ломкам По китайским Автомобилям Присылать Мне это все На ватсап Не зря Мне хочется Понять Что еще Существует Какие еще Существуют Проблемы в отказах Про которые Я не знаю Ну я же не могу Все знать Да я знаю Только то С чем я работаю То что я уже Руками пощупал А все остальное Да там Кто-то что-то Где-то сказал Ну это из разряда Сплетень может быть А вот если Это уже Подтверждено Видео Какими-то Сюжетами То тогда Вызывает Интерес Да мне хочется Людям показать А что вообще С китайскими машинами Происходит Чтобы люди понимали Что они в итоге Покупают Теперь о дилерах Обратите внимание Тот же Ситрак Заходил Ну еще Наверное В начале В начале СВО Первые машины Я видел Как раз два года Там и назад И уже начинал С ними работать И положение Только сейчас Стало меняться Запасными частями Я все К чему Вот эти наши Хапуги Продавцы Они неправильно Строят отношения С покупателями Им На покупателей Тоже Я извиняюсь За грубое слово Насрать Потому что Ну если делать Все правильно Да То нужно Приблизительно Вот ты продал Машину На 60% Стоимости Этого автомобиля Иметь на складе Запчастей Ты продал 100 машин Вот такая стоимость Запчастей Должна у тебя быть На складе Ну во первых Таких больших складов Редко у кого-то встретишь Да Это надо Централизованные склады Иметь В таком случае Во вторых Это бешеное Совершенно Деньжище А они не собирались Деньги вкладывать В это вообще Изначально Дилеры Они собирались Намыть бабло На нас Продавая нам Вот эти автомобили Недоделанные Которые буквально Рассыпаются В первый год жизни И потом Потом На наши же деньги Сюда Потихонечку Потихонечку Поставлять запасные части Это не что иное Как подрыв Рынка продаж Этих же автомобилей Но этим балбесам Пополам Им бы бабла заработать На продажах А остальное Все как-нибудь Потому что А что Терпилы у нас Я имею ввиду Перевозчиков Они потерпят А что там Ну подумаешь Машина 3 месяца Стоит Подождет Какого-либо изделия Про каталог Я уже объяснил Что каталоги Создаются На основе номеров ОЕМ Но то что Понаставлено В этих автомобилях Не всегда сходится С этими номерами И имеет даже Другую конструкцию Как и по подключению Так и по функционированию Вот Поэтому Каталоги у них Это примитив На который полагаться Нельзя вообще Такие же нюансы Были с веками То есть В принципе Должно быть установлено Согласно ВИН номеру Одно А стояло От завода Другое И оно по ВИН номеру Не определялось Грубо говоря Как в анекдоте Я уже и штаны снимал Задницу им показывал И туалетную бумагу Приносил Они мне все никак Унитаз подобрать не могут Так и с этими машинами Снял Помыл Принес В магазин Показал Мне вот это надо И то не факт Что вам это и продадут Потому что Те кто в магазине Они полный Пномпень Китай же пришел к нам Пномпень Это самая распространенная Фамилия Или имя Имя наверное В Китае Поэтому все так Поэтому Ну я бы не осмелился Покупать эти машины Учитывая даже то Что Фактически нет Дилерской сети Да Тот кто продал Автомобиль Тот и отвечает По гарантийным обязательствам А если вы сломались День в Новосибирске Что тогда Тогда вы будете За свой счет Устанавливать то Что сломалось Хотя в принципе Это должно быть По другому Должна быть Дилерская сеть Не важно где сломался Должны быть Предприняты меры К ликвидации Поломки И устранению Но К сожалению У нас Торгаши Хапуги Они в первую очередь Заботятся только О своем кармане На самом деле Это яркий показатель Вот того Общества Которое у нас Сейчас существует Я уже Неоднократно Вам рассказывал Про менеджеров Что такое менеджер Человек Который Ничего не умеет Ничего не может Подворовывает Или умеет Хорошо воровать Сидит на стуле И ничем не занят Ну максимум Что отвечает По телефону И врет При этом Вот вам Яркий портрет Современного менеджера Я их Обозначаю Как Осыпь Среднего рода К мужчинам Это не относится Совсем Потому что Мужчина Это человек Который Умеет Все Гвоздь в стенку Забить Розетку Починить Электрическую Кран Поменять Дома Который В смесителе Менеджеры Даже костер Не могут Развести Зимой В мангале При наличии Сухих дров И жидкости Для розжига Я уже неоднократно В этом Убедился То есть Это люди Которые Не производят Никакой Добавленной Стоимости Этих людей Кормят Те Кто работают На полях Те Кто Работают На заводах Те Кто Создают Добавленную Стоимость Вот это Все стадо Менеджеров Кормят А эти Менеджеры Они еще Плюют вам В лицо В тот момент Когда врут Про какие-то Качества Автомобиля При продажах Ну и так далее Мало того Что они Нахлебники В случае Если Война Все-таки Третья мировая Начнется Достаточно В обширной фазе Это те люди Которые вымрут Первыми Они ничего не могут И как раз Из них Получаются Хорошие предатели По той же самой Причине Потому что Они ничего не могут А жить хочется Кто идет в менеджеры Тот-то ничего не хочет делать Тот-то ничего не умеет делать Соответственно Ну как-то надо жить И он Ему все равно Что врать Кому врать Лишь бы Ему за это Деньги давали Вот эти особи Идут в менеджеры На самом деле Это О-с-ы-б Человеческого рода Прямоходящая Ну вот так Теперь Что касается Качества Чего-либо Выпуская В Амуго Китайцами Его не будет Посмотрите На легковые машины Эти легковые машины Больше 20 лет Продаются в России Но качества Как не было Так и нет Надо быть совершенно Полоумным человеком Чтобы покупать Китайские легковые автомобили Вся та же песня У Хавейла Нередко двигатель Загибается При 70 тысячах Километров У того же Хавейла При 30-35 тысячах Километров Начинает разбиваться Подвеска Особенно Передняя То есть Недостатков Столько И они Их не исправляют Они Занимаются Совершенно другим Они выпускают Все новые Новые Автомобили Увеличивают Модельный ряд А качество Дерьмо С грузовиками Та же самая Тенденция Посмотрите Машины Появляются На рынках В продаже У нас Язык Вывернешь Названия Такие Что прочитать Невозможно Даже на английском Соответственно Это те же Самые машины Которые Собираются В полусарайных Условиях Караван Сарай А тех же Самых Поставщиков И в принципе В этом случае Абсолютно Доламщики Что вы купили Ситрак Или какой-нибудь Юджин Или еще Что-нибудь Потому что Поставщики Все те же Самые И все те же Самые Кривые Ручки В принципе В принципе Ну Я уже Достаточно Примеров Знаю Сборки Плохой Некачественной От Поставщиков Но достаточно Древних Автомобильных Предприятий Китайских ФАФ Например Корпорация Работает С 1939 Года В Китае Это государственное Предприятие Я вам показывал В одном Из своих Роликов Где Рессорная Подвеска Устроена На Резьбовых Пальцах Которые Мажутся И там Люфтяра Там не люфт Там люфтяра На новом Автомобиле Вот Таких Нюансов Много Это говорит О том Что Качество То есть Они Овладели Технологиями Какими-то Но Качество У них Воспроизведения Этих технологий Нет Почему Да потому Что Это все Зависит От Правильности Изготовления Материала Именно От этого Все это Зависит Выработка Технологическая Тех Материалов По Качеству Которые Нужны Берешь Сальник Вроде бы Сальник Вроде бы Левого вращения Ставишь Но он Почему-то Течет Через Месяц Это потому Что Дерьмо Даже Резину Они Сделать Правильно Не могут Я уж Не говорю Про Покрытие Антикоррозионное Все там Ссылались Ой Мас Мас Гниет Спасибо Гараж 18 Прислали Ролик Ситрака Который Имел Повреждения В результате ДТП И за Три Дня Он Просто Весь Зацвел Это говорит О том Что Метал Дерьмо Покрытие Лакокрасочное Дерьмо То есть Ну Я не знаю Через Там Года Два Три Эти машины Будут Будут Как Дуршлаг Но Наши Перевозчики Ой А что Делать Это Единственный Выбор Слушайте Вы тупые Что ли Какой Единственный Выбор Когда Мас Стоит Процентов На 40 И не Надо Мне Тут Говорить Что Мне Там Минский Завод Приплачивает Процентов На 40 Стоит Дешевле Чем Вот Это Китайское Дерьмо Что Такое Цена Ниже На 40 Это Степень Окупаемости И Не Надо Разорять Свою Семью Он Быстро Окупается И Быстро Начинает Приносить Прибыль Нет Но Мы Не Понимаем Ну Красивая Кабина У Ситрака Я Сижу И Мне Хорошо Все Это Приколы Из Области Потреблятства Обертка Красивая Начинка Дерьмо А люди На Активно Это Хавает Тут Активно Будет Разоряться Неизбежность Сейчас Два Выхода Либо Вы Свои Машины На которых Вы Ходите Ремонтируете Бесконечно Капиталите Капиталите Узнают На дороге Приятно Спасибо Ребята Либо Вы покупаете Масл Другого Выхода Нет Да И еще Хотел Добавить Народ Какой-то Странный Люди Не понимают Что Реально Идет Война Реально Она может Перерасти Да она уже Идет Третья мировая Практически Реально Она может Перерасти В такие Масштабы Но это Будет Еще Покруче Чем Предыдущая Великой Отечественная Потому что Через 500 метров На развилке Держитесь С левой стороны Потому что Концентрация Населения В городах Достигла Предельного Уровня Потому что Вооружение Достигло Совершенства И разрушительная Сила У нее Такая Жертв Будет Столько Не дай бог Конечно Это случится Что вы Охренеете Что вам Великое Отечественное Держитесь С левой Страны Великое Отечественное Покажется Просто сказкой На самом деле Планы Глобалистов Именно такие Начать Третью Мировую Войну Разбить Российскую Федерацию На отдельные Кусочки Загнать Всех Оставшихся Нормальных Людей В Сибирь Чтобы они Там жили И Дальше Организовать Голод После войны Это Везде Написано Уже На всех Сайтах Называется Что называется Диктуя Крупными Буквами Но народ У нас Почему-то Не понимает Этой ситуации Ребят Тысячи Километров От нас Идет война Реально Люди Гибнут Но Люди Этого Не понимают Пока Этого Не увидят Я был Под Луганском Почти Уже Год тому Назад Я после Этого Поменял Своё Мировоззрение На то Что происходит Вокруг Через 500 метров Сверните Насъезд Направо Поэтому Все Вот Эти Вот Живодёры Крокодилы Они не успокоятся Пока Не схавают Российскую Федерацию Это точно Они к этому Идут Они Не стесняясь Об этом Пишут И обозначают План своих действий Сверните Насъезд Направо А вы Почему-то Это не хотите Понимать Даже С этой точки Зрения То что Вот так Вот будет Происходить Я бы Не спешил 400 метров На развилке Держитесь С левой стороны Я бы Не спешил Покупать Вообще Ни китайские Машины Не европейские Машины Новые Во-первых В китайскую Экономику Активно Вкладывалась Америка Сейчас Они скажут Тузик Ша И всё На развилке Держитесь С левой стороны Спасибо И что вы будете Делать С этими Китайскими Автомобилями Которые Накупили Помойку Выбрасывать Таких случаев Уже было масса Сюда пытались Заходить Индийские Компании Тата Моторс На развилке Держитесь С правой стороны Помните Да Тата 614 Тоже такое же Дерьмо Собранное По такому же Принципу Только ещё Хуже И ничем Это не закончилось Она ушла С рынка Китайцы Уже лет 20 Больше 20 лет Присутствуют На нашем рынке И тоже пока Это ничем Не закончилось Хорошим Поэтому Резюме Именно такое По Китайским Машинам Ну а я еду Сегодня работать С МАЗом МАЗ поставили До нового года И больше Не смогли На развилке Держитесь С правой стороны И больше Не смогли завести Вот еду Буду посмотреть Что не так С машиной Ну а на сегодня Всё До новых встреч